Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия, вы на канале о вязании. Сегодня чудесный день, как может быть по-другому, воскресеньем. И я хочу снять для вас видео о готовых работах. Показать вам, что я связалась за октябрь месяц. Конечно же, будут носочки, но и будут также плечевые изделия, разнообразные. Если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали! В начале месяца я составляю план и стараюсь его придерживаться. Так было и в этот раз. У меня есть тетрадь, где я все записала, какие планы были. Я хочу сейчас вам их озвучить, чтобы вы понимали, что я успела сделать, а чего вообще не связала, а может быть даже распустила. Итак, план на октябрь. Связать красный свитер. Как вы видите, этот красавчик на мне. Я его добила, наверное, вязала месяцев 7. Но, конечно, не каждый день в течение такого длительного срока. А понемножку и с большими перерывами. Обязательно вам покажу, встану, пристану. Если смогу, то сделаю фотографии и все вы увидите. Второе. Связать меланжевую жилетку. Это из серии долговязов. Как красный свитер, так и меланжевая жилетка. Вы ее тоже увидите. Третий пункт. Это связать кардиган. Кардиган, к нему очень много вопросов. Третий пункт у меня. Связать кардиган. Кардиган я вязала из пряжи Лизе Суперлана Макси. Ниточка достаточно толстая. И вязала его на спицах номер 8. Что с ним случилось, вы, конечно, узнаете в этом видео. Четвертый пункт. Связать 4 пары носков. Я носочки вязать люблю. И мне пришел вот сегодня комментарий, что жалеет меня, так как это обязалка вязать носки. Ни в коем случае. Если бы это была обязалка, вряд ли я провела бы марафон, мьюсокс, собрала людей, чтобы они вместе со мной вязали. Все-таки все, что я делаю, я стараюсь сделать в удовольствие. Не принуждать себя. Да, бывает, что вроде бы как бы я и не хочу, но надо, потому что нужно снимать мастер-класс. Такое бывает. Но носочки я вяжу в удовольствие. Только так. И когда я полгода назад пыталась их вязать, полюбить их вязать, у меня ничего не получилось, через силу себя не заставляло. То есть не получилось, хорошо. Подумала, что не мое, ну или еще не пришло время. Следующий пункт. Пятый. Связать апельсиновый джем. Я думаю, что вы помните это изделие, джемпер, который я начинала вязать регланом сверху вниз, по типу хейверт. Ну, потому что была удлиненная регланная линия и на рукава отвела малое количество петель. И вязалась пряжа Элизе Катон Голд Батик. Вот. В очень красивом цвете. Тоже вы его сегодня увидите. Шестой пункт. Новый джемпер трехцветный. Я должна была начать вязать в октябре джемпер для моей старшей дочки на возраст 11-12 лет. Рост 143 см. Вы его видели, могли видеть в процессах. Ну и тоже о нем сегодня поговорим, наверное. Ну а может быть и нет, так это все-таки видео о готовых работах. Так, это еще не является готовой работой. Так, седьмое. Продвигать платок крючком. Платок я начинала вязать крючком из пряжи Нака на колен 5. Кто следит внимательно за моим каналом, тот, в принципе, уже видел эту готовую работу. А кто не успел посмотреть, сегодня видео покажу вам в фотографии, так как этого изделия у меня уже нет. Я подарила и думаю, что вносит с удовольствием. И последний пункт, восьмой, продвигать ловец снов. Это джемперы, которые я начинала вязать в рамках совместного проекта из пряжи Элизе Боби Ву в сером цвете. Итак, дорогие мои, вот такое небольшое отступление, а теперь только готовые работы. Красный свитер вы сейчас можете видеть на мне. Я немного привстану, покажу вам. Вот такой длины, посмотрите. Если смогу сделать фотографии, вот такие рукава, бомбические. Я обожаю такие большие рукава. Вот, видите. Я уже вязала прошлой зимой джемпер номер 5, он у меня так назывался, ажурный. Ну, вы сами понимаете, что ажур, он, в принципе, согревает, но не так сильно, как это изделие будет согревать меня на следующей зимой. То есть, то, что будет скоро, совсем не за горами, еще один месяц осени, и все. Мне нравится все. Почему долго вязала? Потому что начинала вязать в начале весны. Потом пришло тепло, хотелось уже вязать что-то более легкое, и я отклала данный процесс. Потом еще вот в начале осени к нему приступала, и так провязала несколько рядочков, хотя в начале осени, я закончив за тело, оставались только рукава. На рукава у меня был сомнительный момент, был сомнительный момент, что не хватит пряжи. Джемпер вязала из 100% мериноса. Если не забуду, то оставлю вам ссылочку на магазин, где я заказывала. Это магазин Анже. Ссылочку оставлю внизу в описании под видео. Пряжа очень классная. Я бы из нее еще и еще вязала. Мне очень нравится. Полотно, оно струится. Вот есть такая приятная тяжесть. Ну, вообще, я в восторге. Но так как я сомневалась, хватит мне пряжи или нет, я взяла на рукава совсем другую ниточку. Мы сейчас с вами растускали джемпер детского размера. А здесь вот по рукавам уже идет лицевая гладь. И вязала итальянской бобиной пряжей. То есть из итальянской бобиной пряжи только в составе хлопок и меринос. Я покажу вам узорчик. Вот поближе подойду. Вот по телу идет такой узор. Очень легкий, интересный. Вот так. Видите? Очень хорошо струится, драпируется. Вообще замечательно. И вот рукава. Рукава связаны из распущенной пряжи. Вначале только один рукав начинала вязать из новой, ну а потом с распущенной. После стирки все замечательно, все хорошо. Лицевая гладь выглядит вот так. Рукавчики. Здесь обычная резинка 2х2. Но перед этим я сделала убавки. По рукавам, по самим убавок я не делала. Какое было количество петель, такое и вязала. Потом сделала ряд с убавками. Убавила петли в 2 раза меньше их стало. И провязала 1 изнаночный ряд. И потом вязала резиночку и закрыла с помощью накида спицами меньшего размера. Но перед этим тоже провязала 1 ряд резинки на этих же спицах меньшего размера. Мне нравится все. Очень классно, как завершила. Почему пустила изнаночный ряд? Потому что вот тут по телу тоже идут изнаночные ряды. Ну узорчик классный. Регуанная линия состоит из 2 лицевых рядов. Связала азиатский. Всегда хочу сказать, что не азиатский. На самом деле азиатский росток. По спине вывязывала поворотными рядами только спинку. Ну и горловина. Горловина меня немного смущает. Я не думала, что свитер будет таким тяжелым. У меня ушло 580 грамм всего. И вот хлопок с мереносом, он сам по себе тяжелый. Может ушло бы и меньше, если бы вязала из одного артикула. И я ничем не обрабатывала, не ложной кетлевкой, не поперечной косой, а стоила бы. И спускается на плечи. Если, конечно, ходить с ровной спиной, не опускать плечи, как я обычно привыкла это делать, то в принципе можно его как бы удержать. Но за счет своего веса тянется он вниз. И хочешь не хочешь, а растягивается горловина, мне это никогда не нравилось. И я старалась всегда обрабатывать или вязать потуже. Я что-то придумаю. Или спандекс, который я ненавижу. Ненавижу его пускать. Но это лично мое сугубо, мое мнение. Мне вот в идеале только пряжа и все. Больше никаких дополнений я этого не люблю. Или же все-таки провязать поперечную косу. Поперечная коса вообще стабилизирует замечательно горловины. Я всегда, если сомневаюсь, вяжу поперечную косу. Так, сказала, из чего вязала. Вы можете, конечно, взять любой стоп... Меринос, вы можете вообще взять любую другую пряжу, если вдохновитесь. Но здесь вот удлиненная регуанная линия. Если вы хотите, я могу вам снять видеоописание. Пишите в комментариях. Подробно мастер-класса вам не обещаю. Я еще один такой джемпер вязать не буду. Не хочу, чтобы был еще один долговяз. А вот в сантиметрах сказать, может даже в петлях начальные расчеты, все скажу. И на рукава, насколько я помню, на сегодняшний день у меня было 95 петель на один и на вторую. То есть такое большое количество и вязала долгое время. Можно было быстрее, если бы делать убавки. Но я их не делала. Все, дорогие мои, это первая готовая работа, которой я довольна на 100%. Он классный, он теплый. И я сейчас сижу. У нас в доме не холодно, но комфортно. Мне и не жарко. Я себя чувствую нормально. И буду носить его и дома, и на прогулке, везде. Но не нужно надевать кольца. Пряжа цепляется, так как я вязала несколько сложений. Ниточка, вот эта мереносовая первая, она очень тонкая, примерно 1400 метров. Ну как очень тонкая? Сравнительно с метражом 2500 метров, то она получается не очень тонкая. Но все же, вязала 4 сложения. 3 ниточки было, это красный цвет и 1 ниточка терракотовый цвет. То есть еще получается такой меланж. Я не останавливаюсь очень долго на таких моментах, потому что вы уже это знаете. Лучше меня, потому что смотрите мои влоги. Так, давайте, поехали дальше. Второй пункт, связать меланжевую жилетку. Одну секундочку. Это вторая готовая работа, потому что я ее связала и раньше, но мне не понравилось, как я оформила подрезы, как я делала прибавки. И мне пришлось распустить и перевязать. Я покажу вам фотографии, где вы сможете увидеть, как это изделие сидит на мне непосредственно. Но скажу так, что я буду снова же перевязывать. Не в этом месяце, так как вы уже подустали от этой пряжи, как и я. Это 100% меренос. Вот в таком меланжевом цвете. Здесь узорчики. Вязал техники реглан погон. Вообще, что я хочу сказать. Пряжа сама по себе сложная. Сложная даже не пряжа, цвет сложный. Вот я не вижу в этом цвете жилетку. Ну никак. Я думаю, что у меня есть еще немного пряжи, насколько я помню. Я свяжу детский джемпер для Софии. Для Софии она будет рада. И цвет такой очень классный. Быстренько свяжется. Но я не буду носить эту жилетку однозначно. Я нахожусь дома. Очень ношу редко рубашки. И здесь горловина не под рубашку. Потому что изначально вязала не под рубашку. Но длина коротковата для того, чтобы носить без. Ну, короче, ненужное изделие получилось. И вот даже конец не спрятала. Так как понимала, что она у меня полежала, полежала. Я поняла, что буду распускать, вязать совсем другое изделие. Может быть, под конец ноября, когда освободится у меня время, то тогда я распущу. Хотя распустить я хочу вот прям на днях, чтобы она немного расправилась в моточках. Хотя это сомнительно, но все же. Перед самым вязанием распускать не хочу. И будет это детский джемпер. Если на что-то еще останется, то может быть еще что-нибудь. Вот, дорогие мои. Ну, это как бы готовая работа. Пряжа очень классная. Она мягкая, приятная, цвет интересный. Но не для меня. Это изделие не для меня. Я не ношу и рубашки. Можно прикупить себе белую. У меня есть розовая. Но розовая с розовым нет. Белая, конечно, была бы лучше. Но тогда нужно перевязывать горловину. Потому что под рубашку ее подкачивать придется. Я вам показывала тоже в каком-то из видео. Ну, и вы, конечно, видите, как жилетка выглядит на мне на фото. Так, это вторая готовая работа. И у меня ушло 225 грамм. 225 грамм бобинно-итальянская пряжа. 100% меренос. Ниточка толстая, хорошая. Ну, вот вам видно, какая она толстая. Вот так получается. Так, вторая готовая работа. И дальше пункт третий. Связать кардиган. Кардиган я вязала снизу вверх. Хотела вязать регланом снизу вверх. Но потом поняла, что нет, это не мое. Я кардиган так не хочу. И я решила, что буду вязать кардиган сверху вниз. Возможно, с цель навязанным воротником. Но так руки ко мне не дошли. Помните, он был цветом мяты. Не дошли. А сейчас передо мной стоит главная задача в ноябре. Это связать кардиган для Дианы. На возраст 11-12 лет в школу. Так как у нас непонятно, когда включат отопление. А ребенку нужно согреваться. Не надевать же курточку. Все-таки кардиган поуютнее. Будет и поудобнее. Четвертый пункт. Связать 4 пары носков. Ну, давайте посмотрим. Я вязала эти носочки. Как это? В рамках моего марафона New Socks. Нас 55 человек. Участников. Я тоже участвую с девочками. В октябре мы вязали на лайте. То есть не было таких прям условий жестких. Просто нужно было вязать хотя бы одну пару в неделю. Если кто-то не успевал ее связать, ничего страшного. Потом уже опосля присылал фотографии. В ноябре же планы совсем другие. Но о ноябре мы поговорим в другом видео. В октябре я вязала носочки. Первые носочки, насколько я помню, были связаны вот эти. Вот такие носочки. Я вязала на размер 36 для моей дочки. Пряжа. Вот столько у меня осталось. Достаточно много. И это пряжа Визель Сицилия. Я впервые с ней познакомилась, когда вязала носочки. Было сочетание коричневое с бирюзовым. Очень красиво. У меня их тоже нет. Я подарила. И вот столько очень много осталось. Еще и мне будет на мою Perl 38 размера. На эти носочки у меня есть подробный мастер-класс. Как их вязать? Если вам интересно, я оставлю подсказку в верхнем правом углу. Переходите, вяжите. Мастер-класс подробный. Я указываю моменты. Все показываю на камеру, на что нужно обратить внимание. И здесь очень интересная пяточка. Вот видите, таким узором. Где мы бросаем нить перед работой. В шахматном порядке. Все-все. Обязательно смотрите в мастер-классе. Резинка 1х1 с крещенной лицевой. И в мастер-классе я показываю, как вязать резинку, чтобы она не косила. Я часто замечала на фотографиях, на других фотографиях, что вяжут чудесные, шикарные, прям космические носки. Можно смотреть, любоваться, вдохновляться, хотя хоть целый день, целую вечность. Но резинка шла наперекосяк, то есть наискосок. Мне это не нравилось. То есть я не хотела видеть у себя такую резинку. Я думала, как бы мне выйти из этого положения. И хорошо, что я увидела этот момент, что она косит. Значит, я понимала, что нужно вязать как-то по-другому. И пришла к решению очень простому. Говорю еще раз. Все рассказываю, показываю в мастер-классе. Носочками довольно. Мне больше всего эта пряжа нравится по расцветкам. Разные расцветки на разный вкус. Есть расцветки, как я вязала коричневые носочки. Покажу вам фотографию вот здесь где-то, где я вязала носочки тоже из пряжи Вязель Сицилия, только там совсем другая расцветка. И покажу вам тоже этот моточек, чтобы если что, вы могли прикупить. Потому что здесь совсем другая расцветка и по-другому ложатся секции. Ну, кому как нравится. Мне нравится этот вариант и первый вариант. Я довольна этой пряжей. Конечно, как в носке вам сказать не могу. Дочка не носит носки. Повторю, что дома тепло. Но когда будет зима, будет поддевать под обувь. Так, первые носочки были связаны. Ну да, да, это первая неделя, точно. Я просто всегда переживаю, чтобы не повториться. Не потому что мне хочется большее количество работы, а потому что я могу забыть, что я в каком месяце вязала. Особенно носки. Носков я стараюсь вязать побольше, потому что мне это нравится делать хотя бы одну пару в неделю. Я больше у меня, в принципе, не получала за неделю связать. Так, вторые носочки я уже вязала для своей любимой тети. Кстати, нужно обязательно вот на днях отвезти. Я думала, нужно-нужно. Потом подумала, сниму видео о готовых работах и уже тогда отвезу. Вот такие носочки были связаны на второй неделе. Вот такие носочки. Я думаю, вам видно. Здесь, в принципе, то же самое, просто завышен паголинок. Ну как завышен? Повыше паголинок связанных, пяточка такая же. Резинка она же. Да, я забыла сказать, что закрываю иглой. Почему я раньше сомневалась, хочу вязать носки или нет? Мне, во-первых, это не нравилось вязать одно и то же, то есть повторять такое же изделие. И мне не нравилось, как закрывали раньше мысок. Вот вообще там провязывали до последних петель, потом стягивали. Это не мой вариант. Вот мне нравилось. Вот когда я не полюбила вообще вязание, потому что нужно было шивать изделие, а потом нашли реглан, то есть я нашла реглан, что можно вязать полностью целое изделие, вот тогда я полюбила вязание. Так и с носками. Оказывается, что нужно просто или немного подождать, или же усерднее искать информацию. Эти носочки я уже вязала совсем из другой пряжи. Это пряжа Накабоха. Такая ниточка. Цвет 82-452. 75% шерсть, 25% полиамид. Сейчас говорю о составе и забыла вам сказать о предыдущей нитке Визель Сицилия. Извините меня. 75% бриносовая шерсть, 25% полиамид. 100 граммов, 400 метров. Спицы рекомендуют от 2,5 до 3, крючок от 4 до 5. Вот так. Сказала. И теперь возвращаемся к Накабоха. Здесь крючок рекомендуют 2, спицы от 2,5 до 3,5. 100 граммов, 400 метров. Ну и носочный состав. Вот столько у меня осталось. Я вязала на размер 39. Ой, весы, весы далеко от меня. Не скажу вам, но думаю, если еще что-то добавить, можно связать пару носочков. То есть еще какой-то небольшой остаток. Так, это сказала. Носочки классные. Мне расцветка очень нравится. Как вложатся секции. Интересно. Я за этой пряжей охотилась. И вот первые носочки, которые я связала из данного артикула. Потому что в прошлом году зимой ее невозможно было найти у нас в Украине. Так, и третья пара носков я уже вязала для дяди. Такой комплект. Можно сказать, фамилий лук. Почему? Потому что здесь есть серый цвет. И тут тоже полностью связанный с серым цветом. Эти носочки я уже вязала на размер 43. Я могу, конечно, не то что ошибаться. Я могла перевязать длину. Потому что визуально, мне кажется, они большие. Если вдруг что, то я возьму и быстро распущу несколько рядов, закрою и все. В этом нет сложности. Главное, что я их связала. Это самое главное, что это не долговязы. Ну, я рада. Так, показываю вам поближе. Вот так они получаются. Покажу вам, как здесь поднимала. Пяточка тут уже связана платочной вязкой. Я хочу сказать, вот мне приходили комментарии, что сомневаются, будет ли пятка хорошо носиться, так как выпуклые петли, они быстрее сотрутся. Ну, вот я ношу свои носочки из пряжи Gazal Happy Fit с такой же пяткой. Все в порядке. То есть нет такого, что лицевая гладь по стопе идут петли потолще, а на пятке уже истончились. Нет, все в порядке, все замечательно. Как будет дальше, конечно, буду вам показывать на своем канале. И это очень здорово, что можно обозревать, как ведет себя изделие по истечению времени. Поэтому я буду вам все показывать. Вот по истечению недели, двух, и, наверное, уже зимой покажу вам, может, в конце сезона все-все наглядно покажу. Потому что Gazal Happy Fit это все-таки новая ниточка. Ну и пятка клаточной вязкой тоже вызывает сомнения. Я хочу их развеять. Есть такое слово на русском языке. Ну, тоже мысочек закрывала иглой. Всегда закрываю мысок иглой, постоянно. Только бывает я оставляю 10 петель на мысок для закрытия, а бывает оставляю 12 по-разному. Как вот мне хочется. А еще, дорогие друзья, я хочу сказать, что в сентябре я вязала неправильные носки, потому что вязала их по наитию. Вот как мне казалось, нужно провязывать высоту или длину, так я и провязывала. Потом же, когда вы, мои хорошие, написали мне сообщение, что все-таки у меня пятка находится не на нужном месте, я обратила на это внимание и стала искать информацию. Но информацию не в мастер-классах на YouTube, а именно таблицы. Так как я на слуху всегда слышала, что девочки пользуются таблицами. Я не знала, какими, но я выбрала самую красочную, самую такую яркую таблицу, которая привлекла мое внимание. Все-таки я визуал стала по ней вязать. И уже в октябре я вязала правильные носочки с правильной пяткой. Поэтому вот так, дорогие мои, что если у вас что-то не получается, мы не опускаем руки, а ищем нужную информацию. И когда появится вдохновение, используем эту информацию. Так что я связала в октябре три пары носочка. Вот они, красавчики, я очень с собой рада. Было бы и четыре. Вот такая красота у меня, вообще супер. Было бы четыре. Вот такая еще должна была быть четвертая пара. Но так как я вам обещала снять мастер-класс, вот как раз мастер-класс меня и остановил. Я никак не могла подойти. Затем у нас началось дистанционное обучение. У меня на полдня нет доступа к моей комнате. Я не могу снимать. И этот мастер-класс отложила. И вчера я сняла небольшое видео, как вязать вот такую резинку. Я назвала ее «Россыпь шишек по резинке». Я думаю, что завтра уже мастер-класс будет на моем канале. Хотела выпустить сегодня. Но, к сожалению, там очень много монтажа нужно делать, много вырезать. Так как вчера был не мой день. Я была уставшая и наделала ошибок. Надела ошибок в речи. Очень много. То есть, если я и делаю ошибки, то там вообще нужно все-все подчищать. В следующих планах у меня было связать апельсиновый джем. Так, сейчас вам его покажу. Вот он, красавчик. Мой апельсиновый джем. Я вязала его из пряжи. Элизе Катон Голд. Ботик. Вот в такой расцветке. К сожалению, моточек вам не покажу. Именно данного цвета. Но покажу другого цвета. Вот такая прелестная вещица теперь есть в моем гардеробе. Здесь очень интересные рукава. Я сейчас его сниму и покажу вам. Вязала по типу Хейворд. Вот такие рукавчики. Связаны таким же узором, как я вязала пятку. И, кстати, такой узор есть в магазине, в книге 500 узоров. Я вчера искала узор для зеленого свитера и наткнулась на похожий. Только не знаю, там в шахматном порядке или нет. Может по-другому, но похожий есть. Называется тканный узор, если что. Так, ну что, дорогие мои, я покажу вам фотографии, как джемпер сидит на мне. И сейчас покажу вам моточек данной пряжи. Так, вот она, ниточка. Лизе Котон Голд Ботик. Есть у меня вот такая расцветка. Я как-то видео мельком показала. Просто уже много раз о ней говорили, об этой пряже, об этом свете. И уже пыталась из него что-то вязать. Пыталась вязать плечевое изделие, насколько я помню. Пыталась вязать, нет, не плечевое. Пыталась вязать бактус. Но не получилось. Я думаю, что он вам, в принципе, уже надоел. Но нет, пришел мне вопрос, что цвет очень понравился. И попросили сказать номер. Я, конечно же, ответила в комментариях. Но сейчас еще продублирую. Цвет 4148. Здесь цвет хаки, коричневый, голубой и немного зеленоватый оттенок. Вот такая красота. Конечно же, да. Если вязать плечевое изделие, достаточно такое интересное, я имею в виду с удлиненной регланной линией, по типу хейдро, то эта пряжа великолепно себя раскроет. Если же вязать стандартное изделие, какое-то, классическое, то нет, пряжа это не подойдет. Потому что она сама по себе имеет такие яркие, вызывающие расцветки. Ну, в смысле, яркие. Не то, что несочетаемые. Но я бы никогда не взяла голубой и цвет хаки, если бы сама подбирала цвета. То есть необычные такие расцветки. И нужно вязать в какой-то степени необычные вещи. То есть не классические. Вот не классические. Я решила, что свяжу джемпер по типу хейдро. И здесь еще есть вот такие разрезы. Вот так это все выглядит. Вязала резинкой низ один на один, примерно 7 сантиметров. И закрывала с помощью накида петли, как и в красном свитере. Когда я вам говорила, как оформляла рукава, я последний ряд резинки провязала на спицах меньшего размера. Это 2,75, а может даже 2,5. И этим же номером закрыла петли с помощью накида. Также повторила здесь. Если же есть разрез, вот когда я первый вариант связала, сделала разрезы и закрыла резинку. Обычным способом, теми же спицами, что и вязала резинку, у меня получилась вот такая расходимость. Мне это не понравилось. И сгиб. И я стала искать вариант, чтобы более-менее было нормально. Ну вот, вам видно. Так получается аккуратно. Достаточно. Изгиба вот этого нет. Ну вот так было. Так получалось. Мне это, конечно же, не пришлось по душе. Ну и решила по рукавам пустить такой легкий узорчик. Он добавляет плотности. Если вы переживаете, что рукава начнут растягиваться в месте локтя, а здесь рукав три четверти достаточно узкий, то думаю, что этот узор спасет ситуацию. И поэтому джемпер у меня будет мастер-класс. К сожалению, не попетельный, но мастер-класс обязательно выйдет. Как вязала, сколько отводила петель. Ну, узорчик вы можете посмотреть в носочках, где я вязала пятку. В принципе, одно и то же. Ничего сложного нет. Так, это я уже сбилась. Один, два, так, три, пять, шесть. Шесть уже готовых работ за октябрь месяц. И я вам шестой пункт не покажу. Новый джемпер трехцветный, потому что это не является готовой работой. Я только его продвигаю. Это еще процесс, свитер, точнее, джемпер для Дианы на возраст 11-12 лет. Седьмой пункт – это продвигать платок крючком. Вы представляете, я на октябрь месяц ставила себе пунктиком, что буду только продвигать платок крючком. То есть это не будет готовой работой. Я не была уверена в своих силах. Но вы знаете, сейчас вы видите фотографию. Это уже готовая работа. И уже даже ее подарила. Все возможно, главное, понемногу, каждый день включать процесс в работу. И когда-нибудь это станет готовой работой. Если он будет просто лежать, и мы постоянно будем только на него настраиваться, то он так и останется процессом. Я уже даже начала вязать следующую шаль и провязала половину. Таким же узором. Но когда я буду вязать третью шаль, а я буду, потому что я хочу практиковаться в крючке. И буду вязать третью шаль, только уже другим узором. Так, это была седьмая готовая работа. Если я сбилась, пожалуйста, поправьте меня. И восьмой пункт. Продвигатель ловец снова. Ловец снова я вязала для себя. Из пряжи Lise Baby Wool. В сером цвете вы его тоже видели. Ну, а если не видели, то и не стоит заморачиваться. Это не будет готовой работой, потому что буду его распускать. Еще руки не дошли. Но это ловец уже четвертый. Круглая кокетка. Я покажу вам все-таки фотографию, как выглядит эта кокетка. У меня есть подробный мастер-класс на детское изделие. Но по моим расчетам вы сможете связать на любой другой размер. Смотрю, думаю, долго не смотрела, записывает ли камера. Бывает все с моим телефоном. Все прям может выключиться и не включаться уже. Вот так, дорогие друзья. Давайте еще раз пересчитать. Сейчас поставлю на паузу и пересчитаю, чтобы точно вам сказать, сколько у меня готовых работ. Все, пересчитала. У меня 7 готовых работ. 7 готовых работ. Я очень-очень рада. Но я вам забыла сказать, сколько у меня ушло пряжи на апельсиновый джем. На апельсиновый джем у меня ушло 313 грамм. И на шаль примерно 140 грамм. Я уже... Ну, у меня ее нет, но примерно 140 грамм. Я еще забыла сказать, что у меня на шале есть подробный мастер-класс. Подсказку я оставлю в верхнем правом углу, где-то здесь. И там я говорю предельный вес, предельно точный вес. Если вам очень интересно. Но пряжи уходит немного. Вязалась пряжа на колен 5. Вот еще такая информация. Если вам, дорогие мои, понравились готовые работы, пожалуйста, поддержите это видео лайком. Мне будет очень-очень приятно. Я буду с вами ненадолго прощаться. Завтра снова увидимся. Желаю хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok